Добрый день, дорогие друзья, уважаемые любители футбола и зрители. Мы рады вас приветствовать на стадионе Академии Спартака имени Федора Федоровича Черенкова. UFL 2 возвращается после небольшой паузы, вызванной с матчами национальной сборной. И теперь мы можем в полной мере насладиться матчем с участием Академии Родины и Зенита. Битва двух столиц. Такая передача границам штрафной площади. Сохраняет владение Вадим Шилов. Атака продолжается. Удар и гол 1-0 в нашей игре. И вот такое послание 1-0. Все сделал для Ливандовского в этой ситуации Шилов. Следует навес на дальнюю штангу. Керченков всех перевесел в воздухе и пробивал. Ну да. Угол уже оставался абсолютно открыт ближний. Зенит получает право на стандарт. Подача на ближнюю штангу. И теперь то, что не сделал Керченков, делает Зенит. Забивает после уголового. И делает счет 2-0. Оторвался от Глотова. В данном случае Тимофей Хатулев. Пыденьки со Строгино. 2-3 команда уступила. Причем отыгрывалась по ходу этого матча. С 0-3. Но теперь 3-0 ведет Зенит. Вот такая атака. И здесь Зеквая потащил. Раз, два. Но сколько же голкиперу нужно было выручать. Здесь даже штангой. Вот повторный сейв. Берет Азбекшиво бьет. И кладет мяч как будто бы рукой. Призываю вас всячески потянуться. Сюда в Сокольнике на поле Академии Спартака имени Федора Федоровича Черенкова. Нужна. Несомненно нужна поддержка. Карьера в другой команде. Санкт-Петербург и Коломняги 47 на любительском уровне. При этом карьера действительно здесь получилась неплохой. По своей позиции он был полузащитник. Принял мяч. Здесь на таком замахе ушел от Керченкова. И пробил в ближний угол мимо ушей. Что называется голкиперу. Да, мы можем говорить не только об атаке зенитной, но и об обороне. И атакует Зенит же вновь. И вот такой подарок буквально. Посмотрим за этим моментом. Даже не Корнильев, не от Ливандовски пробивал. Автор первого и пятого забитыми голов в составе Зенита. Атакует Родина Глотов. Бьет. МФФ 2022 года Артем Глотов. Который, насколько я помню, еще и не имел возможности выступить в нынешнем сезоне ЮФЛ так же. Атакует Родина. Бьет Глотов. Да, 1-5. А возможно это камбэк. Его начало. Артем Глотов. Посмотрим за этим голом. Евстратов подключился. Здорово нашел передачи Глотова. Тот развернулся. Провел противоход. И Зайцев просто уже в качестве зрителя наблюдал, как мяч. Спокойненько, спокойненько так катится и пересекает линию ворот. Но Зенит отвечает своим голом. Недолго музыка играла. Посмотрим за этой атакой. Да. Действительно. Буквально разыграли мяч в центре и в первой же атаке отправили мяч в ворот. Отмечен прекрасную передачу Арсену Медведеву с фланга. Но и гол как и на столичном уровне, так и на всероссийском. Удар в ближний угол. Спасает Девдовин. Атакует Зенит и забивает седьмой. Семь-один. Зенит действительно хорош. Хорош в этом случае. Кондаков. Интересным образом он отыгрался с партнером. Сначала угодив ему в ту часть тела, которая находится ниже спины. Дальше подобрал мяч и отправил его в дальний угол в ворот. Капелевича. Удар Музапарова. Справляется. Телюпа. Пужалин. Звучит финальный свисток. Победу одержал Зенит. Со счетом 7-1.